Спасибо, уважаемые коллеги. Так слышно, да? Нормально, да? Спасибо. Я бы хотела рассказать о вопросах контроля качества, обеспечения качества при проведении клинических исследований. Коллеги, я приготовила только один слайд, сразу скажу. Я попыталась уместить на него все, что мне хотелось вам сказать за эти 10 минут. Ну, постараюсь уложиться. Вопросы, действительно, обеспечения контроля качества, мы сейчас подошли, это уже вопрос качества, он стоит таким краеугольным при проведении клинических исследований, как говорили в предыдущей сессии. Сразу же хочу сказать, что слово качество все мы употребляем по-разному. О советском уху привычно контроль, и чаще всего мы говорим, да, контроль качества. Некоторые все-таки знают слово quality assurance, это обеспечение качества в переводе с английского языка. Многие уже говорят иногда assurance тоже. QA, QC, зачастую понятия эти как-то смешиваются, путаются, и не совсем понятно, где же контроль качества, а кто отвечает за его обеспечение. Так вот, если говорить о официальной формулировке ISO, принятой, то обеспечение качества – это комплекс мероприятий, направленных на создание уверенности в том, что требования качества будут выполнены. Иначе говоря, это гарантия или уверенность, то есть это превентивные действия с точки зрения качества. Что такое контроль качества? По определению ISO – это комплекс мероприятий, направленных на поддержание этой уверенности. Поэтому, если говорить два русских слова, поставить рядом с этими понятиями, то получится, что quality assurance или обеспечение качества – это гарантия, это превентивные действия. Quality control – это поддержание качества на заданном уровне QC, то есть QA и QC. Вопрос следующий в том, кто должен заниматься обеспечением качества, а кто занимается контролем качества. Демаркационная линия между двумя этими понятиями – это вовлеченность в процесс, зависимость и независимость. Так вот, контролем качества занимается зависимый человек, вовлеченный в процесс. Поэтому ответственность, в первую очередь, принадлежит исследователю и исследовательской команде, если мы говорим о клинических исследованиях. Обеспечением качества занимается служба обеспечения качества. Сейчас, в рамках предыдущей сессии, я посмотрела материалы, которые приготовлены к нашему круглому столу, и посмотрела центры, там анкеты представлены очень хорошо по каждому центру, и есть в каждой анкете такой пункт, который звучит как служба обеспечения качества. Я посчитала, что из 20 центров, заявленных в материалах рабочего стола, 8 центров имеют отдел обеспечения качества. И, соответственно, получается 12 центров нет, то есть примерно где-то 40% центров все-таки имеют отдел обеспечения качества. Я в бизнесе, занимаюсь клиническими исследованиями уже 20 лет, 20 лет назад я закончила институт медицинский, и могу вам сказать, что на моей памяти происходило остановление этой системы качества, в том числе для клинических исследований, и мне очень отрадно видеть, что сегодня уже многие клинические центры имеют собственный отдел обеспечения качества. В предыдущее время вопросы, связанные с обеспечением качества, отдавали зачастую на откуп контрактным исследовательским организациям, у которых есть служба обеспечения качества отдел, и вроде бы вот таким образом закрывались эти вопросы. Но в чем здесь проблема или недостаток, а почему мы действительно подошли сейчас к необходимости создания собственных служб на клинических базах? Каждая контрактная исследовательская организация имеет собственные стандарты, имеет собственный взгляд, имеет собственное понимание, квалификация людей достаточно серьезно отличается, и поэтому подстраивать службу обеспечения качества для каждого конкретного исследования центру достаточно проблематично, и это получается как бы, знаете, как средняя температура по больнице. Поэтому замечательно, что центры уже сами пришли к этому решению и имеют сейчас собственные службы обеспечения качества. Если посмотреть на клинический проект с высоты печьего полета, то можно увидеть, что он состоит из трех глобальных таких, может быть, этапов или фаз. Первая фаза до начала клинической фазы, что называется. Начинается она с момента разработки дизайна клинического исследования и заканчивается информированным согласием первого пациента. Вторая фаза – это клиническая фаза, когда она начинается с момента подписания первого согласия и заканчивается последним визитом последнего пациента. И третья фаза – это завершающая фаза, послеклиническая, так называемая, с момента последнего визита последнего пациента и завершается архивация материалов данных исследований. Я попыталась расположить основные элементы обеспечения и контроля качества в зависимости от этих фаз. Если вы посмотрите на слайд, то увидите, что основные активности, виды деятельности по обеспечению качества приходятся все-таки на вопросы, связанные с до началом клинической фазы исследования. Традиционно выделяю следующие крупные элементы в системе обеспечения качества. Это система стандартных операционных процедур, это обучение персонала, это вопросы, связанные с проверкой с аудитом, внутренней инспекцией со стороны службы обеспечения качества. И большой блок, который я выделила, это вопросы, связанные с оборудованием. Если мы посмотрим следующую фазу, это клиническую фазу уже, то мы увидим, что вопросы, связанные с клинией, с контролем качества, приходится сюда больше. И они уже имеют отношение к исследователю. И увидите, что это вопрос связан с информированным согласием, с первичной документацией, соединением препарата, обращением с лабораторными нормами, обращением с лабораторными данными, ну и в том числе от объекта следования, отклонения от протокола. То есть удельный вес мероприятий по обеспечению качества, которые являются превентивными, приходится на фазу до начала клинической фазы. Удельный вес мероприятий по контролю качества, приходится на клиническую фазу, как мероприятие, отражающее зависимость, то есть главный исследователь, когда он работает, исследователь, конечно, это уже клиническая фаза. То есть вот таково распределение. Если мы еще посмотрим вниз на последний завершающий этап, мы увидим, что есть такой важный элемент, как аудит, проверка, это внутренняя проверка отчета со стороны службы качества. Это элемент обеспечения качества. И архивация данных, это тоже элемент обеспечения качества. Со стороны исследователя, со стороны персонала, вовлеченного в процесс, это вопросы, связанные с верификацией данных. Для того, чтобы подтвердить, что они действительно валидные, достоверные и могут быть использованы для статистического анализа. О чем бы мне хотелось сказать, коллеги, почему я желтым выделила два таких вот депозиции. На самом деле, наверное, более 150 аудитов в моем уже, в опыте моей работы, прошло за период работы в клинических исследованиях. И мне бы хотелось сказать, что вот эти вопросы, они остаются очень острыми. Два проблемных вопроса. Один с точки зрения обеспечения качества, на сегодняшний день другой с точки контроля качества. По обеспечению качества вопросы связаны с оборудованием. Коллеги, ну много проблем на клинических базах. Есть понятие валидации оборудования. Замечательно, если клиническая база знает об этом. Есть понятие поверка, есть понятие проверка, есть понятие калибровка, есть понятие аттестация. И до этого был прекрасный доклад Дмитрия Анатольевича. Он также ссылался на ИСО 15189 в требованиях к лабораториям медицинским, компетентности, калибровкам в том числе. В организациях должна существовать программа работы или обращения с оборудованием. Оборудование делится на измерительное и неизмерительное. Для измерительного оборудования это одна программа. Поддержание обслуживания и мероприятий. Для неизмерительного другая история. Оборудование делится на оборудование испытательное и оборудование технологическое. Испытательное, с помощью которого получаете данные, которые потом обрабатываете статистические, которые ложатся в отчет. Технологическое оборудование только то, которое позволяет вам обеспечить процесс. Ну, например, это холодильник, в котором вы храните биологические образцы. Или термогигрометры, которые вы используете для температурного мониторинга в том числе. Так вот, оборудование измерительное должно проходить обязательную поверку. Оборудование неизмерительное должно подлезать обязательно валидации. Требования по валидации, о которых говорил сегодня Дмитрий Анатольевич, в клинических документах нормативных они отсутствуют, нас отсылают к требованию по валидации, в том числе компьютеризированных систем, это ГОСТ, связанный с надлежащей лабораторной практикой. Оборудование, которое подлежит аттестации, должно иметь методику, утвержденную методику аттестации. Поэтому в организации, иначе говоря, должна быть программа обращения с оборудованием, с классификацией оборудования, с распределением видов активности и деятельности по каждому оборудованию, и доказательства этой программы должны быть представлены. Честно говоря, зачастую большая проблема, когда нет поверок. Проблема, когда инженерная служба, клиническая база не знает о том, что измерительное оборудование должно поверяться. Если оно поверяется, хорошо, но бывают просроченные поверки. Печально, если измерительное оборудование, которое использует клиническая база, не внесено в реестр средств измерений и не имеет утвержденной методики поверки. Получается, что это оборудование не должно использоваться тогда для исследований. И исследователи говорят, ну его нет в реестре, значит мы его не поверяем. Следователи, опять же, не владеют информацией о том, что оборудование, например, не внесенное в реестр, может подлежать калибровке. Кто выполняет калибровку? Калибровка выполняется полномоченным органом. В Санкт-Петербурге у нас есть организация ТЭС Санкт-Петербург или Институт Менделеева, который может выполнять такие мероприятия. Вот в целом, если говорить об обеспечении качества с точки зрения оборудования, коллеги, я не видел, к сожалению, пока ни одного центра, в котором бы все эти условия были удовлетворены, но я надеюсь, что как элемент обеспечения качества он будет притворяться в жизнь. Что касается вопросов контроля качества, и вот я выделил такой острый вопрос на сегодняшний день, мне кажется, что вопросы первичной документации, вопросы обращения с первичными данными, контроль со стороны главного исследователя за обращение с первичными данными, отражение всей хронологии событий в первичной документации, зачастую, конечно, этого нет. Либо какой-то элемент пропадает, либо не всегда ставятся подписи даты, такое тоже бывает. Формат документации, который использует клиническая база, зачастую не соответствует установленным стандартам. Либо формат первичной документации напоминает простой слепок с индивидуальной регистрационной карты, либо он никак не утвержден руководством организации. Поэтому внедрение системы контроля за первичными данными, причем многоуровневой системой, тоже является, мне кажется, не лишним и обязательным. При этом уровни контроля могут быть со стороны исследователя, со стороны другого исследователя, главного исследователя. Традиционно мы всегда считали, что компания, контрактная сельская организация будет этим заниматься, монитор приедет, будет делать source data verification, SDV, и вот он вроде будет контролировать данные. Коллеги это время уже уходит, и поэтому к воспитательным центрам уже предъявляются другие требования. Поэтому вопросы, связанные с контролем качества, тоже должны быть внедрены. Программа контроля качества, уровни контроля качества должны существовать в медицинской организации. Еще хотелось бы отдельно сказать по поводу архивации данных, поскольку, опять же, нас отсылает ГОСТу по GLP, это 16-й ГОСТ по архивному делу в организации, организации архивов, регио-место для архивации. Система положения в архиве, система контроля в архиве, система выдачи из архива, температура на долажностный мониторинг, система пожаротушения в том числе. Все требования, которые должны быть соблюдены не просто для клинических исследований, но и в том числе для помещений для длительного хранения должны быть. Опять же, Дмитрий Анатольевич не упомянул, но тем не менее, я тогда чуть-чуть скажу, что с 2020 года, когда у нас снова выводится правило Евраэс на территории РФ, изменяются сроки хранения, архивные сроки документации, архивирования. Если на сегодняшний день, это у нас по ГОСТу два года после получения разрешения на медицинское применение, либо официального прекращения разработки препарата, а рекомендуемая длительность хранения составляет 15 лет для всех организаций, то с 2020 года время хранения информации по исследованию препарата будет составлять время жизни препарата на фармацевтическом рынке. То есть к этому надо тоже быть готовым и уже думать об этом, как вопрос обеспечения качества с точки зрения архивации будет решаться в медицинской организации. Вот в принципе все, что мне хотелось, наверное, сказать об основных элементах вопросов и таких проблемах. И хотелось бы еще раз добавить, что только при наличии обеспечения качества и контроля качества можно говорить о построенной системе качества. Потому что если в центрах проводится контроль качества, но никто не обеспечивает это качество, непонятно, что же мы контролируем. Если выйдем в центрах, у вас в анкетках написано, контроль идет со стороны главного исследователя, но никто не обеспечивает качество, что контролировать? Если нет контроля качества, то непонятно тогда, получается, для чего строить систему обеспечения. То есть это два взаимных таких больших процесса, параллельных процесса, которые должны присутствовать обязательно в медицинской организации. Спасибо.